Республика готовится встретить свой вековой юбилей. Благоустраиваются как районы, так и города Мариэл. В их числе столица. Однако не все желают видеть Йошкар-Алу красивой и ухоженной. Периодически городское имущество портят вандалы. Сообщения об их варварских действиях то и дело будоражат общественность. Все подробности в нашем сюжете. Владимир Масленников показывает клумбу, на которой будущей весной должны были зацвести розы. Однако на их месте зияющие черные лунки. Радовать своим цветением кусты роз теперь будут того, кто с территории Парка Победы перенес их на собственный приусадебный участок. Впрочем, видимо, так же, как фонари, исчезнувшие этим летом с площадки, где демонстрируется военная техника. Там было установлено фонари подсветки в количество пяти штук. Не осталось на данный момент ни одного. То есть вот как бы весной это все запустилось. И вот за лето, и самое главное, два фонаря были украдены полностью. Остальные просто разбили варварски, погнули, разбили стекло. И мы вынуждены были их демонтировать в связи с тем, чтобы не было поражения актрисским током. Мало ли, дети там кто-то ходит. Парк Победы – одно из любимых и популярных мест отдыха горожан. Благодаря прошлогодней реконструкции он стал еще привлекательнее и краше. Сотрудники дворца своими силами поддерживают чистоту и порядок на его территории, регулярно проводя субботники. Однако помимо этой работы ежедневно из урн приходится убирать мусор, который нерадивые горожане не могут донести до контейнера. Урны стоят, я понимаю, урны стоят для вас. То есть вы здесь в парке что-то там скушали мороженое, конфетку, шоколадку, грубо говоря, но несут именно пакеты с бытовым мусором. То есть зачем я пойду к контейнеру, когда я могу пройти через парк на работу и бросить в мусорку. Но вот такого я не понимаю, честно говоря, отношения. С варварским отношением к общественному имуществу сотрудники дворца сталкиваются постоянно. Перечислять мелкие хулиганства, регулярно происходящие на территории парка Владимир Масленников, может долго. То сломают, то своруют, то разрисуют. По одной из этих причин пришлось огородить стелу в центре парка. Однако решить проблему вандализма одними заборами вряд ли удастся. А это Аллея здоровья, другое излюбленное место отдыха ежкаролинцев. К юбилею республики здесь высадили 100 саженцев хвойных культур. Видимо, руководствуясь поговоркой, что ворованное растет лучше, злоумышленники похитили 10 из них. Сегодня многих горожан, которые приходят сюда приобщиться к здоровому образу жизни, волнует вопрос. Когда будет открыт общественный туалет, который появился здесь еще год назад? Я тут бываю каждый день. Даже потом после обеда выходим с женой, прогуливаемся. А утром я полтора часа делаю, ну как зарядка называется. Как вы считаете, вот такой объект, как общественный туалет, нужен вообще здесь на Аллее здоровья? Нужен. Почему? Потому что люди ходят, гуляют очень много. Пожилые, вот вдруг есть всякие пожилых захотели, мимо проходят. Нет, негде, куда в лес не побежишь. Тут все открыто, все люди ходят. И набережные люди ходят, рыбаки сидят. Нужен? Я думаю, нужен. Ответ на этот вопрос дали в дирекции муниципального заказа Ежкаролы. В настоящее время на этом объекте ведутся работы по устранению повреждений вандального характера. Туалет готовится к открытию. Вандального характера действий, которые были там совершены, сорвали монетоприемники, сорвали видеокамеры и осветительные приборы. Так как территория не была оснащена водопроводными канализационными сетями, были подведены все коммуникации, не только для общественного туалета, но и на перспективу для других объектов, которые могут появиться на территории отдыха, в микрорайоне Самбадхей. Этим и объясняется высокая стоимость объектов. Предлена эксплуатационная организация, МОП «Водоканал». Документы все переданы в Комитет управления имущественным отношением администрации города Ежкарола. И, соответственно, эксплуатация будет заниматься дальнейшим МОП «Водоканал». Примерно через 2-3 недели уже введен в эксплуатацию, уже откроется туалет для жителей города. Разрушить легче, создать сложнее. Стражей порядка на каждый объект не поставишь, видеокамерами всего не охватишь и штрафами не запугаешь, говорят в правоохранительных органах. Проблема эта гораздо глубже и корнями своими уходит воспитание. Поэтому профилактику такого явления, как вандализм, нужно вести с детства. Действиями вандалов недовольны и Ежкаролинцы. Как показал опрос, проведенный нашей съемочной группой на улицах города, бороться с ними большинство горожан предлагают с помощью современных технологий и всем миром. Наказывать сильно, сильно, очень сильно даже. Чтобы мы не рушили нашу культуру и прекрасную нашу жизнь, как говорится. Видеокамеры надо ставить. Видно будет уже, кто занимается этим. А потом что с ними делать? Сказать? Наказывать. А как наказывать, если не секрет? Ну это уж закону виднее, как наказывать. Так переживаю, когда вижу такие вещи. А вот как их ловить? Ну это все в семье. Это надо воспитание в семье получать. Вот единственное. Какая семья, такие дети. У меня вот такой внук, и это самое, конфетку развернет, он идет в урну, бросает. Потому что я говорю, бросать нельзя. Применять меры административного воздействия больше как только так. А как их ловить? Они неуловимые. Ну как неуловимые? И существуют же камеры видеонаблюдения и так далее. Ну и граждане должны в первую очередь проявлять свою гражданскую позицию, активность. Наказывать надо их, во-первых. А потом тяжело же их застать. Конечно, бороться. Это вообще слов нет. Люди делают. Даже вот скамьи ломают, и то мне жалко. Я считаю так. А как вообще их можно поймать, ловить? Ну, может быть, если всем миром. Потому что что там, полиция разве уследит? Всем миром, я так думаю. Я не знаю, ну как с ними бороться с вандалами? Какие-нибудь, может быть, группы общественной организации, может быть, я не знаю. Создавать, да? Да, создавать общественные организации какие-нибудь, не знаю, там, может быть, там, какие-то дружинники, либо еще кто-то. Что-то такое, наверное. В полицию на 15 суток посадить. Но, вообще, в принципе, мне кажется, пользы никакой от этого не будет. Ой, ну это на уровне, надо государство все-таки бороться. А частным образом никто ничего это не поборет. Нужно делать через всякие ведомства. МВД, ФСБ и все такое прочее. Потому что это наш извечный враг. МВД. МВД.